Здравствуйте! Это Вести Кабардино-Балкария. В студии Станислав Сердюков. Коротко о главных событиях дня. Итоги года в промышленности и торговле сегодня подвели в профильном министерстве. Дорога смерти длиною 110 километров. На счету трассы Кавказ четверть всех погибших в ДТП. Очередная трагедия вблизи Нартана. Сегодня Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Что поможет справиться с глобальной угрозой? В прокуратуре КБР предложено обратить внимание на проблемы снижения задолженности по заработной плате, соблюдения жилищных прав граждан, земельного законодательства, собираемости налогов и качества медицинского обслуживания. Об этом Юрий Коков заявил на сегодняшнем заседании коллегии надзорного ведомства, где подведены итоги работы за 2013 и определены задачи на предстоящий период. В заседании участвовали заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук, главный федеральный инспектор по КБР Алексей Вербицкий. С основным докладом выступил прокурор Кабардино-Балкарии Олег Жариков. Обращаясь к участникам заседания, Юрий Коков поблагодарил сотрудников прокуратуры за значительный вклад в дело укрепления законности и правопорядка в республике и одновременно обозначил ряд ключевых аспектов в социально-экономической сфере, где полномочия прокуроров должны быть востребованы в полном объеме. Остановлюсь на некоторых ключевых моментах социально-экономической сферы, где полномочия прокуроров должны, на мой взгляд, быть востребованы в полном объеме. Первое – это соблюдение трудовых прав граждан. Прокуратурой сделано многое в вопросах снижения задолженности по заработной плате. Вместе с тем, просил бы уделить особое внимание проблемам занятости. По оценкам правительства республики, реальный уровень безработицы у нас составляет около 9% трудоспособного населения, что, в общем-то, хуже средне российских показателей. Отсюда и целый ряд социальных проблем, в том числе и криминологическом аспекте тоже. Второе – проанализируйте ситуацию, насколько соблюдаются права и социальные гарантии граждан и жителей республики. По какой причине подавляющее большинство из них не имеет официального статуса безработных. Второе – соблюдение жилищных прав граждан. Мы благодарны прокуратуре за то внимание, которое уделяется проблеме обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Действительно, проделана большая работа вами. Вместе с тем, прошу вникнуть в проблему расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Разобраться с деятельностью различного рода управляющих компаний, качеством оказываемых населению услуг. Нельзя молчать, когда из-за халатности многоэтажные дома неделями остаются без воды и света, а люди мерзнут в своих квартирах. Это общая задача, и нам нужно на это тоже реагировать. Отдельной строкой прошу держать в поле зрения тарифы на услуги ЖКХ, решительно пресекать их необоснованное повышение. Третий аспект, на котором хотел бы остановиться – это соблюдение законности в сфере экономики. Недостаточно внимания уделяется вопросам соблюдения налогового законодательства. В то же время налоги – основная составляющая экономики. А в республике проблем со сбором налогов более чем предостаточно. Необходим критический анализ работы налоговых органов в части законности и полноты мер, принимаемых ими по пополнению доходной части бюджета. Разделяю озвученный здесь тезис о необходимости усиления прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности – малого и среднего бизнеса. И действительно, любые попытки, как мы говорим, кошмарить законопослушный бизнес должны вами пресекаться. Четвертое. Республика обладает, как мы знаем, уникальными по своему потенциалу природными ресурсами. Это перспективная основа для создания востребованной и экономически привлекательной курортно-рекреационной зоны. Прокуроры должны решительно пресекать любые нарушения, способные нанести вред экологии. Одновременно просил бы принять действенные меры к наведению порядка в сфере хозяйственной деятельности на территории Национального парка при Эльбрусе, Высокогорного заповедника в Челекском районе, рекреационной зоны в Зольском районе и других районах. Любое строительство на этих и других территориях, возведение гостиниц, точек общественного питания, другой туристической инфраструктуры должны быть прозрачными и в строгом соответствии с действующим законодательством. Особо важно соблюдение земельного законодательства. Этот вопрос стоит в республике, как вы сами знаете, весьма остро. Подходы здесь должны быть едины. Аренда земель сельхозназначения должна быть понятной как по срокам аренды, так и по площадям земель и величине арендной платы. Существующее сегодня положение этим критериям явно не соответствует. Прошу прокуроров подключиться к этой работе. Шестое. Вопросы подготовки к единому государственному экзамену. 31 января мы провели расширенное заседание правительства с приглашением глав муниципальных образований. Именно потому, что эта тема, я считаю, очень актуальна. Хочу подчеркнуть, что ЕГЭ в 2014 году должен пройти в республике на соответствующем уровне. И, наконец, седьмое. Вопросы медицинского обеспечения и качества оказываемых медицинских услуг. Надо навести элементарный порядок в лечебных учреждениях, обеспечить необходимый минимум лекарственных препаратов, объем медицинской помощи и соответствующее питание. На что, как вы знаете, выделяются соответствующие средства. Необходимо добиться снижения уровня бытовой, как мы говорим, коррупции в сфере здравоохранения. В завершении кадровой составляющей. Ваша работа для жителей республики отождествляется с государственной властью. Формирует уровень доверия к ней со стороны населения. Прокуратура, как мы знаем, является и координатором деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Поэтому, конечно, от профессионализма, сидящих в этом зале, зависит очень многое. Уверен, что с учетом тех недостатков, на которые обратил внимание Иван Иванович, и прокурор республики, и выступающие, будут уроком, будут тем стимулом, который значительно активизирует работу Кабардино-Балкарской прокуратуры. Я надеюсь, что с вашей помощью мы сможем продвинуться в обеспечении лучшей жизни для нашего населения. В эфире Вести. Детям-сиротам вернули льготы при поступлении в ВУЗ. До 2017 года они смогут обучаться по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных средств. Закон об этом подписал Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля. Возможности быть зачисленными вне конкурса после успешной сдачи вступительных экзаменов, напомню, их лишил другой закон. Об образовании в силу он вступил в прошлом году. Документ, сегодня подписанный президентом, по сути вернул эти привилегии сиротам на три года. Экзамены сдавать, разумеется, придется. А тем, кто захочет поступать не сразу, дадут право бесплатной учебы на подготовительных отделениях ВУЗов. Модернизация промышленности региона, реализация инвестпроектов, кадровый голод на рабочие специальности. Сегодня в профильном министерстве подвели итоги работы за 2013 год и определили задачи на текущий. Все подробности у Сафара Гириева. Динамика в отрасли, подчеркнул в своем отчете, исполняющая обязанности министра Роман Пономаренко, положительная. Но индекс промпроизводства лишь около 94% парировал участвовавшей в работе ее первого вице-премьера Казим Юанаев. Этот показатель нужно не просто довести до 100, но и превысить, отметил он. Еще одна проблема – кадровый дефицит. Промышленные предприятия задыхаются от нехватки молодых и квалифицированных специалистов. А это, в свою очередь, негативно влияет на развитие отрасли, тормозит процесс внедрения новых технологий, подчеркнул Пономаренко. Выходом, по его мнению, может стать тесное взаимодействие между вузами и предприятиями. За прошлый год удалось устранить большинство нарушений правил безопасности на рынках республики. Платных услуг оказано на 21 миллиард рублей. Казиму Юанаеву отчет показался чересчур благостным. Я в вашем докладе не услышал какие-то со стороны министерства, какие-то просчеты, какие-то ошибки. Мы же не можем, есть какой-то же человеческий фактор. Где-то самокритики здесь маловато, понимаете. Это первое. Второе, я хотел уже, чтобы в то решение, которое предстоит, все-таки конкретно вы сказали по ферно-русскому вольфранку, месторождению конкретно записали в работу министерства. Записали бы именно создание индустриальных парков, которому придется очень большое значение. И те преференции, которые ожидаются от федеральных структур, я думаю, что мы должны все это учитывать. Далее, конечно, и там. Темпом реализации последнего инвест-проекта федеральный центр недоволен, напомнил Уянаев. На необходимость ускорения работ на объекте в ходе визита в республику обратил внимание министр регионального развития России Игорь Слюнеев. И в перспективной программе на год необходимо ставить более четкие цели и задачи для достижения эффективных результатов. В первую очередь, по ключевым проектам отрасли. Заводам «Кавказкабель», «Телемеханика», «Фарма Интернешнл», «Севкаврентген», «Терек Алмаз» отметил ее первого вице-премьера. Здесь очаги аварийности измеряются десятками, говорят сотрудники госавтоинспекции об участке федеральной дороги «Кавказ», находящемся на территории республики. В прошлом году на трассе зафиксировано четверть всех ДТП с летальными исходами по региону. Печальную статистику 2014-го открыли 17 автомобилей, столкнувшихся в конце января. И еще одна трагедия. Накануне в результате аварии погибли два человека. ВАЗ и Мерседес столкнулись на 46-м километре трассы «Кавказ» возле Нортана. Удар был такой силы, что обе машины протащило на сотню метров. В результате ДТП четверка превратилась в груду искорюженного металла. Хозяин машины и пассажир скончались на месте. Водитель иномарки госпитализирован. В данном ДТП просматривается грубое нарушение и игнорирование правил дорожного движения, особенно пункта 8.8, то есть непредоставление преимущественного права проезда, пользующимся таким правом, то есть выезд на главную дорогу со стороны водителя четверки. Можно предполагать, что водитель Мерседеса тоже, видимо, следовал с повышением норм скорости. В госавтоинспекции подчеркивают, что этот участок трассы оснащен сразу несколькими знаками, предупреждающими об опасности. Сегодня Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Его отмечают ежегодно уже 9 лет. И ежегодно количество пациентов с онкологией неуклонно растет. По данным Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие два десятилетия число страдающих раком каждый год будет увеличиваться на 22 миллиона человек. Кабардино-Балкария не исключение. Сейчас на учете в республиканском онкодиспансере около 13,5 тысяч жителей. О том, как людям помогают справиться с глобальной угрозой, превратившейся в личную, рассказывает Наталья Булат. Вместо традиционной планерки очередь на сдачу крови. Это утро онкологи проводят по-иному. Диспансер второй после реанимационных отделений по потреблению компонентов крови. Сегодня его сотрудники сами решили пополнить запасы станции переливания. Службу пригласили к себе, чтобы после процедуры сразу на посты. Вторник день операционный, а значит работы не в проворот. Аппарат искусственной вентиляции легких Магомед Курданов проверил накануне. Предложение вернуться в Нальчик анестезиолог получил год назад. До этого трудился в московской клинике, но нестерпимо тянуло домой. Надеется, с открытием нового центра станет легче. Сейчас работа в стесненных условиях. Нет даже реанимации. Приходится прилагать большие усилия и обеспечивать что-то, скажем, наподобие бит палаты реанимации в условиях обычной палаты. То есть закатываем баллоны с кислородом, обеспечиваем мониторинг, следим регулярно. То есть реанимацию в общей палате создаете? Да, да. Четыре раза в неделю по 8-10 операций. На первом месте рак легких. Далее молочные железы и желудка. За пять лет число пациентов с диагнозом онкология по России увеличилось на 5%. Врачи говорят, к 30-му году болезнь станет второй после ДТП причиной смертности. Медицина, конечно, не стоит на месте. Революционным считают 2006 год, когда было изобретено лекарство, избирательно действующее на злокачественные клетки, но и оно не панацея. Все зависит от того, как вовремя обратился человек к врачу. Ранняя стадия рака, то есть это как бы есть рак инситу, то есть на месте, ну вот эти стадии, они полностью излечимы. И в зависимости от стадии мы выбираем необходимость химию или лучевой терапии. То есть, естественно, это влияет на трудоспособность человека, на его качество жизни, на его длительность жизни. Когда в республике вводили обязательную диспансеризацию, как раз и делали ставку на раннюю диагностику. Но узкие специалисты столкнулись с другой проблемой. Пациенты с угрозой опухолевых заболеваний не всегда доходят до онкодиспансера. Врачи говорят, на большинство людей это учреждение наводит панический ужас, потому сейчас решается вопрос прямого взаимодействия с местными поликлиниками. К 25-летию вывода советских войск из Афганистана в школах республики появятся плакаты с фотографиями воинов-интернационалистов, урожайцев в Кабардино-Балкарии, участвовавших в боевых действиях. Напечатаны они по инициативе Союза ветеранов Афганистана КБР при поддержке Минсми. Весь тираж, а это 400 экземпляров, уже передан представителям Министерства образования для распространения в средних учебных заведениях. На первом плакате у нас погибшие ребята, 54 погибших наших земляков в Афганистане. И второй плакат, значит, это наши земляки, активно участвующие в боевых действиях и в настоящее время активно участвуют в афганском ветеранском движении. Хотелось бы, чтобы в образовательных учебных заведениях, где есть музеи, значит, выставить в музеях. Если нет, то хотя бы уголок, посвященный именно афганской войне. Напомню, горнила афганской войны прошли более 1800 уроженцев Кабардино-Балкарии. Более 50 призывников из КБР погибли, свыше 300 умерли от ран уже после возвращения домой. Еще 300 человек инвалиды. Далее прогноз погоды с Зухрой Пшихачевой. Я напомню, что все выпуски нашей программы можно найти в интернете адрес сайта вестикбр.ру. Всего хорошего. Глазная клиника «Ленар» имени академика Святослава Федорова. Нальчик Пачева, 36. Офтальмология для всей семьи. Раян. Продукт особой натуральности. Торговый центр офиса «Дом». Это огромный выбор офисной мебели российского импортного производства всех ценовых категорий. Наш адрес улица Кирова, 294. Много, очень много мебели по выгодной цене. Мебельный салон «12 стульев» представляет лучшие коллекции для вашего дома. Роскошные спальни, столовые и мягкая мебель. Салон «12 стульев» – мебель для жизни. Тем метеовести от ФОБОС. В середине недели преимущественно без осадков и некоторое ослабление морозов. В Зольском столбик термометра опустится до минус 10. В горах при переменной облачности без осадков у подножа Альбруса днем около минус 13, ночью вновь 20-ти градусные морозы. По обещаниям синоптиков в Тернаузе до 10 ниже нуля. Небо над Баксаном, Чигемом и Норткалой ясная температура, также близка к 10 градусам со знаком минус. В Прохладинском и Майском районах по-прежнему ощущается влияние арктического воздуха, как и в Терском и Лескенском – 6,8 ниже нуля. В Кашхатау холоднее, влажность здесь высокая – 92%. В среду в Нальчике будет солнечная температура в пределах 7-9 мороза, а ночью минус 15. Таков прогноз от центра ФОБОС. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!